Итак, дорогие друзья, всем привет! Привет из Иерусалима, Святого Города! Сейчас у нас урок прямо из места святости, да? Кто сегодня у нас в нашем виртуальном бейт-медраше? Кто первый заходит? Кто у нас первый заходит в виртуальный бейт-медраж? Значит, мы... Интересно, что вчера не включилось почему-то, должен был Итан проводить урок, но не включилось. А я вчера был в это время в Хевроне, молился, проводил прямой эфир, все из Хеврона, место, где похоронены Авраам, Ицкак и Яков, праотцы еврейского народа, Сара Ривка, Сара Ривка Велея, а Рахель похоронена в другом месте, есть отдельное место, называется Мадилла Рахеля. Это вот как раз те люди, которые, представляете, одна семья, через которую весь мир знает о Боге. Представляете вообще, какая удивительная вещь, да? Одна была семья такая, ну небольшая, вначале был только Авраам и Сара, и они вначале вышли, они из не такого, не святого окружения, как у него папа был вообще такой идолопоклонник, маг там и так далее. И вот они пошли, присоединились к Богу, потом у них был сын Ицкак и Ривка, вообще святые люди, которые жили прям такой закрытой жизнью святой. Значит, а потом у Ицкак и Ривки родились два сына, Исав и Яков, и Яков, он стал Истраэлем, да? И Истраэль, у него появилось 12 сыновей, и от этих 12 сыновей пошел весь Евреевский народ. И сейчас, представляете, это вчера делал пост в Инстаграме, вот, что был такой человек, Яков его звали, и он получил от Бога имя Исраэль, да? Исраэль, и теперь этим именем называется страна, народ Израиля. И еще 2 миллиарда человек, христиане называют себя Новый Израиль, то есть они, как бы, ну, хотят быть на него похожими, скажем так, да? На этого, и это был всего лишь один человек, Яков, его звали он в детстве, был Яков, называется Иштам Юшеф-Оалим. И его главная характеристика была, что он был там, такой простой, прямой, и что он был Юшеф-Оалим, он сидел в шатрах и учил Тору, в шатрах Торы, как мы сейчас с вами. Прямо, реально, каждый из нас может начать целый мир после, если правильно все выстроить, да? Потом может целый мир потом после вас пойти. Теперь мы находимся, 10 глава и 12 отрывок, то есть до этого был 11 отрывок, чтобы связать. 11 отрывок был такой, что основа жизни, источник жизни, род цадика, то есть цадик, из него выходит вот эта вот только жизнь, да? Святое, связь с Богом, жизненные вещи. У Пиры Шаим и Хосе Хамас, а род злодеев, он прикрывает беззаконие. То есть внутри у цадика любовь к Богу, и он своими словами, он выражает эту любовь к Богу своими мыслями, своими словами. А злодей, он, а злодей, он, что делает? У него внутри зло, но он своим ртом закрывает, скрывает это зло. Теперь следующий подсуг, 12 отрывок. Сина Торер Медоним. Значит, ненависть, ненависть, она пробуждает суды. Пробуждает суды. Вальколь Пшаим Техосе Ава. И за все преступления, все преступления закрывает, скрывает любовь. То же самое, что род злодея закрывает беззаконие, а здесь написано, что все преступления закрывают любовь. Значит, давайте разберемся, что здесь значит. Вот еще раз, без объяснений, без Малбима вообще непонятно. То есть прямое понимание. Вот сейчас, когда он каждое слово объяснит, значит станет все понятно. Он объясняет так, что есть между людьми, бывают, бывают мэревод. Мэрева это ссора. Бывает ссора. Люди поссорились. Иногда ссоры возникают вообще без причины. Вот так вот вспыхнула, возникла ссора. Потом даже никто не помнит, из-за чего она возникла. Но дальше могут люди раскрутить эту ссору. И они начинают друг друга ненавидеть даже. Да, они начинают ругаться, ненавидеть друг друга, вспоминать, как бросать дрова в огонь. А вот ты мне вчера, ты мне позавчера. А правильно моя мама говорила, правильно, друзья. И начинают они в эту мэрева, в эту ссору, они начинают подкидывать дрова дополнительных причин, чтобы ее разжечь. Теперь есть, это называется мэрева, ссора. Есть дин. Дин – это более серьезная такая вещь, когда две стороны, они судятся, например, за деньги. Или один другого обидел, или один другого побил. Но тот говорит, я тебя не побил, ты меня хотел побить, я тебя первый просто успел ударить. То есть дин – это когда они идут уже к суде, они не сами ссорятся, а они идут к суде, к какой-то третьей стороне они разбираются. Это уже ссора, но более высокого порядка. Есть третья стадия пшия, преступления. Пшия – это когда тут нет как бы сомнений. То есть одна сторона сделала второй стороне что-то очень плохое. Ударила, убила, ограбила. Ну что-то конкретно уже пшия – это преступление, которое по нему не надо суда делать. Это не ссора, которая вспыхнула. То есть это уже пшия, доказано вред одного человека другому. Теперь объясняет нам царь Соломон Шлома Амелак. Царь Соломон, он объясняет, что причина, которая пробуждает суды между людьми, это не та причина, которую мы видим глазами. Это ненависть в их сердце. То есть если люди начинают друг с другом судиться, ругаться и так далее, то причина – это ненависть в сердце одной стороны или второй стороны. В принципе, достаточно одной стороне иметь внутри вот этот негативный заряд ненависти. Вторая сторона тут же его подхватывает, потому что, как объясняет царь Соломон дальше, он объясняет, кемаем по ним ли по ним, как человек смотрит в воду и видит свое отражение, как лево дам ли лево дам. Так сердце одного человека отражает сердце другого человека. Современным языком, что у каждого человека в голове есть зеркальные нейроны, которые отзеркаливают эмоциональное состояние второго человека, для того, чтобы понять, что он чувствует по отношению ко мне. Если один человек чувствует ненависть, у него внутри вот горит этот огонь ненависти, то второй человек, он его отзеркаливает, и он внутри, чтобы понять, что второй чувствует, он тоже начинает чувствовать ненависть. И поэтому сина, она пробуждает суды. Ненависть друг к другу, то есть если люди ненавидят друг друга, они будут все время ссориться, но это причина, что у них внутри что-то есть по отношению друг к другу. Но если они любят друг друга, то даже если человек, который, например, ребенок подошел, маму ударил по ноге, там все, но она его все равно любит, она понимает, что он это сделал случайно, и она его все равно простит и так далее. То есть если есть вот эта вот любовь в сердце, то даже, то есть здесь немного преувеличение, то есть здесь нам объясняется сама схема конфликтов, то есть если есть любовь в сердце, так оно перекроет даже самую верхнюю степень нападки одного человека на другого, которая называется пшея, преступление. Но если есть ненависть, то она любую мелкий повод, она раскрутит до суда, до пшеи, как преступление, ты против меня, это значит, ты меня не любишь, это значит, что ты меня никогда не любил, это значит, но когда человек, он раскачивает какую-то ссору, то это значит только одно, что у него в сердце есть по отношению к второй стороне ненависть. Вот что это значит. И ему, в принципе, если он хочет не ссориться, ему нужно внутри пробуждать у себя любовь, и тогда он не будет ссориться, понятно. Хорошо, вот это был 12-й отрывок такой, очень такой важный, и очень он применимый к жизни, применимый к жизни, потому что ссоры, они рушат и семьи, ссоры рушат отношения между родителей с детьми, ссоры, они очень, ну такая вредная вещь, очень вредная вещь это ссоры. Теперь дальше, 13-й отрывок. Бесефтей навон кимаце хохма, вешевет легев хасар лев. Значит, здесь он опять возвращается нам к коммуникационным разным схемам, как коммуницировать. Значит, уста навона найдут хохму. Значит, навон, кто такой навон? Навон это человек сообразительный, логичный, который умеет понимать вещь из вещи. Это навон, то есть бена это понять вещь из вещи. Теперь хохма, это божественная мудрость, которую понять нельзя, которая идет только от Бога к пророкам, пророке передали ее в Торе. То есть главное, это Тора Мушарабейна, он получил от Бога хохма, божественная мудрость. И ее нельзя, как мы сейчас идем по объяснению Малбима, ее нельзя вычислить, хохму божественную, ее нельзя придумать. Это не те аксиомы, которые мы получили от Бога. Теперь уста человека навон, который хочет разобраться, который хочет понять вещь из вещи, они найдут, они найдут вот эту вот хохму. Они будут ее искать, он доберется до корня. То есть если он, например, ему сказали, что важно футбол, он спрашивает, а кто сказал, что важно футбол? Как кто сказал? Ну вот сказали же, что сейчас футбол чемпионат мира. Он навон, сообразительный человек, он говорит, секундочку, а кто проводит чемпионат мира? FIFA проводит чемпионат мира? Какая-то федерация, FIFA называется. Он говорит, а кто это FIFA? А всех, которые FIFA, то их всех посадили за миллиардные взятки. То есть это люди, которые, в принципе, для них главное это деньги. Он говорит, секунду, а кто вообще футбол придумал? А футбол придумал, кто какие-то непонятные люди, которым нечего было делать, они пихали этот круглый предмет по траве. Навон, он, который ищет корни всего, он говорит, понял я теперь, что это за футбол? Зачем это надо? Мне не надо, он говорит. Это не моя жизнь, мне не надо. Это жизнь чиновников, которые воруют деньги. Это жизнь каких-то пастухов, которые пихают мячик. Я в этом не участвую. Теперь дальше он начинает искать дальше. И написано, что уста вот этого навона, который спрашивает, ищет, копает, они найдут, что они найдут? Хохму, они найдут божественную мудрость. Они рано или поздно уткнутся вот в этот корень, откуда все идет. Теперь, вышевет ли гев хасар лев? Но тот, кто хасар лев, кто такой хасар лев, это то, что мы изучали. Хасар лев, это тот, который не управляет собой, не управляет своим. У него его вожделение, его эмоциональная сфера, его желания, они перекрывают интеллект. То есть, таких людей очень много. Они идут по жизни только влекомые своими вожделениями. Так, теперь против них вот эти вот логические рассуждения, построения схемы не работают. Для них написано, вышевет палка на по телу вот этого вот хасар лев. То есть, написано, что детей надо бить. Говоря, как, милосердная Тора, как это детей надо бить? Если, написано, папа любит своего ребенка, он должен его бить. Почему? Потому что у ребенка его эмоциональная сфера, она сильнее, чем его разум. И ребенок, он не мыслит, он не рассуждает, есть в розетке ток или нет в розетке ток. Или он боится розетку, или он не боится розетку. Ребенок, он не рассуждает о том, о логике, у него еще голова не собрана, у него интеллект у ребенка не управляет им. И родитель, который жалеет своего ребенка, и он потакает его желаниям, его слабостям, его вот этому вот такому раслябанному поведению. Это жестокий родитель, то есть он тому, у кого пока хасер лев, кому не хватает еще управления над своим сердцем, он ему позволяет идти по неправильному пути. Это неправильно. Какое средство против детей и взрослых, которые не могут справиться со своими вожделениями, это их испугать надо. Их испугать, чтобы им делать неправильные вещи было страшно. И тогда они будут делать правильные вещи, они к ним привыкнут. А потом они поймут, через какое-то время, когда они будут взрослыми, они будут говорить родителям, спасибо, что вы заставляли нас делать зарядку и приучили нас к здоровому образу жизни. Спасибо, что вы меня клали рано спать и у меня теперь нормальная голова. Спасибо, что вы меня заставляли делать прямо укреплять спину и теперь я не горбатый и не кривой и не толстый. Спасибо, что вы меня приучили к здоровой еде. То есть дети потом они скажут спасибо. А тем родителям, которые попускали своим детям, потакали своим детям, дети потом скажут, что же вы меня так воспитали-то, что я теперь не могу сам ничего с собой сделать. И то же самое касается, если мы, те люди, которые хотят влиять на других людей, они должны знать, что если человек сообразительный, с ним можно разговаривать на языке мудрости. Если человек несообразительный, то его надо пугать. Пугать вообще страшное дело. Хорошо. Поэтому, когда пытаются решить, вот арабо-израильский конфликт, например, решать мирно, то пытаются умные люди разговаривать с теми людьми, которые понимают только язык силы. То есть у них внутренняя такая система, что они признают язык силы. И невозможно объяснить человеку, который говорит на языке силы, сказать ему подумай. Он не хочет думать, но он не думает. Хорошо. Четырнадцатый отрывок. Четырнадцатый отрывок. Четырнадцатый отрывок. Хахамим ицпыну даат. Значит, упи эвиль михита крова. Значит, хахамим. Люди, которые знают божественную мудрость. Написано, что они скрывают даат. Скрывают они познание. Что значит они скрывают познание? Вот это слово ицпыну, это не совсем скрывают. Ицпну, это они как бы его показывают. Но как Арамбан, есть такой комендарь Арамбан, он знал очень сильно Кабалу. Он знал Кабалу. Даже есть... Вчера мы были, то место, где я проводил прямой эфир. Там написано, что скорее всего здесь похоронен Арамбан. Но он, никто не знает даже точно, где он похоронен. Он последнее письмо написал, что я иду сейчас в Хеврон и хочу быть похоронен там, где были праотцы похоронены. Есть мнение, что он туда пришел, умер и там его и похоронили. Значит, он заканчивает свои комментарии на Тору. У него есть, он объясняет, объясняет, объясняет. Потом так объясняет так, что ничего не понятно. И в конце он говорит, а мы вин, я вин. Тот, кто понимающий, он поймет. То есть тот, у кого есть вот это понимание и у кого есть кирпичики, из которых можно сложить это понимание, он поймет. Вот. Значит, Хахамим, мудрецы, они знали, что некоторые вещи рассказывать, открывать нельзя. Маосе Берешит, как Бог создавал мироздание. Маосе Меркава, как он управляет мирозданием. То есть есть люди, Хахамим, которые знают божественную мудрость, которые знают именно не ту кабалу, которую сейчас продают в каждом магазине под названием кабала, которые знают реальное кабала, это то, что получили от пророков, от Маши Рабейну еще. Они могут делать удивительные вещи. Вплоть до оживления мертвых и так далее. Но они эти вещи не имеют права открывать. И интересно, что есть такой Аризаль, он в свате похоронен. Это есть кабала Аризаль. Он был, ну, одна из самых важных таких вот звеньев в передаче вот этой кабалы. То есть он сам дошел до определенного уровня. И потом его начал обучать Мадид, который специальный ангел, да, который его обучал. И он, а у него был ученик Равхайм Виталий. Этот Равхайм Виталий его просил, умолял, чтобы он ему открыл какие-то тайны. Он ему говорит, я тебе не могу открыть эти тайны. В общем, в итоге он ему открыл какую-то тайну, и у него умер сын. Умер у него сын, значит, у Рамхаля. А этот все равно люди хотят знать. У него была группа учеников, и он как-то, он им не мог открывать то, что он знал полностью. Как-то он к ним пришел перед шабатом и говорит, все, встаем сейчас, идем в Иерусалим, сейчас придет Машех, да. Они такие, а как мы пойдем, а что жена скажет, а то да все. Он говорит, все, потеряли момент, все. Вот если бы вы сейчас встали бы и пошли, все бы произошло. В общем, он тоже умер очень молодым, он умер, ему 40 лет еще не было, Аризаль. И Рамхаль, который, Рамушеха Амлусата, тоже один из ключевых людей в передаче вот этой вот высшей божественной мудрости. И Раби Нахман, они все умирали очень молодыми, потому что вот эта вот божественная мудрость, этот свет такого высокого-высокого уровня, он рушит человека и рушит физическую структуру. Поэтому Хохамим, которые знали, знали вот это вот высшее знание, они его скрывали, но так скрывали, что Амавин Явин, понимающий поймет, то есть они его с одной стороны скрывали, с другой стороны уголочек показывали, потому что они должны были его передать. Упи Эвиль Мехита Крува. Арод, скептика Эвиль, это тот, который скептик, который все улай, может быть, и так, и так, он такой скептик-циник. Мехита Крува, то есть Мехита это то, что ломается, близко приближает ломание, вот так дословно это переводится. Что это значит? Скептик ему, как Бог работает со скептиками, да, он ему показывает все время внешнюю картинку и говорит, смотри, вот все, зачем ты гоняешься, все, во что ты даже не веришь, но это все пустое. И он ему показывает разные события, все равно Богу все важны, и степти эти важны, и цинь эти важны, и все важны. Только важность Бога, он хочет всем дать вечное добро. Вечное добро, это приблизиться к Богу. Теперь, и он ему поэтому дает знати, дает ему знати, как желтый сигнал светофора. Желтый сигнал светофора, желтый сигнал светофора. Но он, если хахамим, они вдумываются в каждую вещь, то вот этот Ивэль, он наоборот, он наоборот, даже ему уже показывает, что вот на тебя уже едет, едет, я расскажу, а не то, чтобы было понятно. Водитель фуры едет за рулем фуры, и стоят два таких вот священника, и держат в руках плакат, стой, остановись, пока не поздно, стой, остановись, пока не поздно, задумайся, остановись, не едь, не едь вперед, там опасно. А этот водитель фуры им кричит, о, говорит, достали сектанты вообще, достали меня своими призывами. И тут такой звук, и он поворачивает голову и видит, а там написано, ремонт моста, значит, ремонт моста. Его машина с моста падает в реку, да? Вот так вот, то есть Бог останавливает человека, он ему дает какие-то знати. Но Ивэль, вот этот Улай, он говорит, может, это не ко мне, может, это сейчас не со мной, может быть, то, что там у меня вокруг все уже поумирали, это меня не касается, я буду дальше жить. То есть он не обращает внимания на конкретные четкие знати, это скептик. Все, друзья, вот мы сейчас прошли, прошли мы как раз 20 минут ровно, прям секунда в секунду. Изучили мы три, три как бы отрывочка, да? Вот, теперь давайте, какой вывод можно сделать? Три вывода. Первый вывод, что если внутри есть ненависть, то она пробуждает конфликты. И если есть ава, она конфликты убирает, это первый мой вывод. Второй вывод, что детей надо жестко воспитывать, жестко надо воспитывать детей, потому что написано прямым текстом, что для Хасер Лев, тот, кто сам не может собой управлять интеллектом и логикой, то им надо управлять с помощью, вот написано палки, да? Теперь да, но тот, кто понимает, с ним надо, наоборот, разговаривать на языке понимания, логики, объяснений и так далее. Теперь, и последнее, что я понял, третье, что есть Хахамим, которые скрывают вещь. И хорошо, и пусть они эту вещь скрывают, потому что написано в Каэлите, что когда увеличивается Хахма, увеличивается гнев. Когда у человека увеличивается вот это вот знание много, у него гнев, почему же люди так не живут, что же там происходит. И тот, у кого увеличивается познание, у него увеличивается боль, ему страшно, больно за близких, просто за людей. Почему люди так идут прям к краю пропасти и не обращают на жизнь. Вот три вещи, которые я понял. Очень жду, что вы для себя сделали какие уроки. Это очень самое ценное, это не то, что я рассказывал, а то, что у вас после этого осталось. А чтобы у вас что-то осталось, очень важно зафиксировать это, прям чуть-чуть поработать, да, вывести три вывода, записать три вывода, написать комментарии, сделать пост на своей странице, поделиться, если вам кто-то важен этим уроком с людьми. То есть очень важно выполнять мешную экспертизу, что тот, кто учит для того, чтобы обучать, тому с неба помогают и учить, и обучать. А тот, кто учит для того, чтобы сделать, тому с неба помогают учить, обучать, сохранить все это, запомнить и сделать. Поэтому если вы сейчас сделаете свои выводы и им обучите, то Бог вам даст возможность и дальше учить и обучать. А если вы еще и сделаете что-то после этого, то тогда вы и запомните все, что вы поняли. Все, друзья, удачи, успехов и, значит, жду ваши три вывода. Все, пока, хорошего дня. Все, всем божественных благословений из Иерусалима. Сейчас я вам покажу чуть-чуть Иерусалим. Вот такой вот Иерусалим. Да, классно. Все, удачи, успехов, прекрасного дня.